Как пищевые отходы превращают в удобрения. Новую систему переработки отходов тестируют на юго-западе Москвы в одном из крупных реабилитационных центров. Корреспондент РГ посмотрел, как работает новинка. КБУ комплексный реабилитационный образовательный центр Департамента труда и соцзащиты населения расположен на территории Новой Москвы на улице Федосино, 20. Здесь на пятидневке живут, лечатся и обучаются, начиная с первого класса, особенно и дети. И если раньше во дворе стояли мусорные баки, содержимое которых вывозили на мусорные полигоны, то сейчас отходов почти нет. Их, почти сотню килограммов в сутки, перерабатывает инновационный контейнер компактный серый шкафчик, внешне напоминающий морозильник для мороженого. Только вместо стекла у него сверху непрозрачные люки и ряд кнопочек. Принцип его работы прост. В течение дня загружаются пищевые отходы. Затем включается режим утилизации и в работу вступают микроорганизмы, рассказывает РГ-разработчик и поставщик оборудования Андрей Кисов. Они поглощают содержимое бака при благоприятной для себя температуре 55 градусов и доступе кислорода, а выделяют микроорганизмы в атмосферу чистой водяной пар в общую систему вытяжки, оставляя в завершение процесса около 10% твердых отходов компоста. Минус. Контейнерные площадки могут закрыть на ключ. Через 2-3 недели твердый остаток из системы выгружается, часть его возвращается в инновационный контейнер как питательная среда для размножения микроорганизмов, а часть идет как удобрение для прилегающей территории. Контейнер герметичный стоит в специальной мусорной комнате. Эксперимент продолжится еще 3-4 месяца. Затем его результаты рассмотрят специалисты. Не исключено, что подобные системы появятся и на других объектах города. Общество экологии филиалы РГ столица ЦФО Москва.